Я химиотерапевт, я онколог, химиотерапевт, и я буду говорить не как специалист по питанию, а именно как онколог. Быстро. Валерий Матвеевич действительно очень много и интересно рассказал, и мы основную ставку делали на его презентацию. Но на самом деле специалистов-диетологов в онкологических учреждениях нет на сегодняшний день, нет в химиотерапевтических отделениях диетологов. И поэтому вот эти вопросы, которые вы сейчас задавали нашему профессору, вы задаете в основном нам. И больше, чем как питаться, вы нас спрашиваете только, потеряю ли я волосы. То есть первый вопрос, который вы нам задаете, облысею ли я на вашем лечении, и второй вопрос, как нужно правильно питаться. Еще раз, я просто в трех словах расскажу о том, как эту картину, как эту проблему видим мы, онкологи. Значит, наиболее часто страдает от недостаточности питания, это пациенты с опухолями головы и шеи. Трудно представить, что человек, имеющий, например, вот такое образование языка или полости рта, может нормально питаться. И к химиотерапевту, к онкологу, к радиологу, к хирургу пациенты приходят уже истощенные. Естественно, на втором месте у нас стоят опухоли всего желудочно-кишечного тракта и опухоли легких. Значит, проведение химиотерапии, естественно, оно не само по себе вызывает нарушение питания, а осложнения, которыми мы вас одариваем, тошнота, рвота, стоматиты, поносы, все это вызывает нарушение питания и потерю массы тела. Лучевая терапия, фактически облучение любой зоны, голова, шея, грудная клетка, брюшная полость, малый таз, имеют свои либо отсроченные, либо непосредственные осложнения, либо поздние осложнения, которые тоже привозят к недостаточности питания. Ну и, естественно, хирургическое лечение. То есть это причины как бы ядрогенного характера, это те, которые мы вам привнесли, не желая навредить, но результаты нашего лечения привозят к некоторым осложнениям. Одно из самых распространенных осложнений – это стоматит, Валерий Матвеевич говорил о нем. И выглядит он по-разному, это может быть отек слезистая, это может быть язва, тоже нарушение питания идет просто потому, что человек не может кушать. Наиболее часто бывает при химио-лучевой терапии полости рта. И, естественно, потеря веса – это неотъемлемый компонент самого по себе опухолевого процесса. То есть сама по себе опухоль со временем тоже приводит к потере массы тела. И, опять же, все это ведет к снижению иммунитета и к снижению устойчивости нормальных, имеющихся у вас тканей, к противоопухолевой терапии, которую нам необходимо проводить. Потеря массы тела ведет к выхудшению прогноза заболевания. Вот таких пациентов химиотерапевт имеет в 90% случаев пациента, который поступает к нам на лечение. Несколько терминов, чтобы вы понимали, о чем мы говорим. Анорексия – это снижение аппетита. И наблюдается у большинства наших онкологических пациентов. Почему эта анорексия развивается? Опять же, я попытаюсь картинку эту расшифровать. Значит, тогда, когда у нас, когда мы здоровы, желудок пуст, выделяется гормон грелин. И воздействует на головной мозг, возникает чувство голода. То есть желудок нам говорит, организм, пора получить продукты питания. Тогда, когда желудок полон, выделяется лептин. Опять же, мозг получает этот сигнал. Возникает чувство сытости, мы счастливы и спокойны. Опухолевая клетка выделяет, имитирует сигнал, который подобен вот этому лептину. То есть сама по себе опухолевая клетка, я тоже говорю обычно пациентам, вот опухоль, она как атомная лодка, она сама по себе существует в организме. Понимаете? Поэтому вот она сама по себе мозгу говорит, я сыт, я сыт, я сыт. Не надо меня кормить. Опухоль ведет организм к гибели. Что такое кахексия? Это синдром, который характеризуется потерей скелетной мускулатуры. Неважно, потеря жировой ткани или без нее. Все это приводит к ухудшению объективного статуса. То есть вот эта женщина когда-то была полная, да? Сейчас потеря жировой ткани и тот мужчина, который я вам показывала, и эта пациентка, они все кахексичны. Диагностические критерии мы рассказывать не будем. Я просто хотела опять же показать, что все это у нас существует. Но и Валерий Матвеевич нам об этом рассказывал очень подробно. Индекс массы тела тоже мы не будем разговаривать. По большому счету мы считаем нормальным вот этот вот интервал от 18,5 до 25 показателей. Очень часто имеем пациентов вот с таким показателем. Невозможно начать лечить. Невозможно начать лечение, пока пациент не наберет массу тела. Потом я здесь не поместила этот слайд, но у нас есть табличка, по которой мы смотрим вашу массу тела. Вот она там начинается от 43. Меньше, чем 43, это не дети, это взрослые люди. Меньше, чем 43 мы даже дозы рассчитать не можем. По поводу расчета доз, действительно, мы рассчитываем ее на поверхность массы тела, но мы все равно учитываем и жировую массу, и наличие других вещей. То есть мы не можем рассчитать, не рассчитываем, конечно, индекс мышечной массы, но жировую ткань мы все-таки учитываем. На что еще хотела обратить внимание? Нужно понимать, что даже если пациент выглядит полным и упитанным, это не значит, что у него нет недостаточности питания. Недостаточность питания – это не нехватка жира, а недостаток мышечной ткани. Полный мужчина, полная женщина с большим количеством жировой ткани, а у него может существовать недостаточность питания. И чаще всего она бывает у наших пациентов. Такое состояние называется саркопения. Это потеря мышечной ткани. Потеря мышечной ткани с возрастом развивается практически у всех, в принципе, даже у здоровых людей, у онкологических пациентов тем более. Естественно, при потере мышечной ткани токсичность химиотерапии увеличивается, и поэтому мы вынуждены даже снижать дозировки. Не можем адекватно лечить. Поэтому тоже делаем акцент всегда на нормальном питании. И есть еще один фактор, который волнует и нас, и наших пациентов – это избыточная масса тела. Значит, например, когда мы назначаем пациентам не только химиотерапию, а гормонотерапию, либо противоопухолевую терапию, либо так называемые глюкокортикоидные гормоны, она тоже может способствовать увеличению жировой массы тела и накопления воды в организме. Поэтому даже если нам кажется, что человек нормальным весом, либо даже с избыточным, а на самом деле это недостаточность питания. И есть еще… Вот я поздно спохватилась. Здесь такая не очень отчетливая картинка. Есть еще один момент, и вы, наверное, это очень видели сами у себя или у других пациентов, когда в организме накапливается жидкость в полостях. Либо в брюшной полости, либо в плевральных полостях. Асцит, плеврит – это тоже масса тела, либо нормальная, либо повышенная. На самом деле там нет практически здоровой ткани, на которую можно воздействовать противоопухолевыми препаратами. Ну и виды питания. Они могут существовать энтеральные, парентеральные и смешанные. Я просто расскажу немножко такой ликбез. То есть непосредственно желудочно-кишечный тракт, когда вводим мы питание, это называется энтеральное питание, оно может вводиться либо в желудок, либо в кишечник. Есть свои плюсы и есть свои минусы. То есть тогда, когда устанавливается зонт через нос и устанавливается в желудок, называется назогастральный зонт. Тогда, когда зонт устанавливается через носовые ходы и устанавливается в тонкую кишку, назогастральный зонт. Большинство пациентов с опухолями головы и шеи получают лечение либо уже после зондового питания, либо в принципе на зондовом питании. Иначе невозможно просто проводить это лечение. Тогда, когда пациенты не могут принимать пищу через рот. осложнения, естественно, у зондового питания есть свои осложнения, редкие, частые. Иногда мы вынуждены прерывать это лечение. Ну и есть еще один момент тогда, когда невозможно накормить человека через рот, невозможно накормить через зонд, устанавливается гастростома. Мы тоже часто говорим, шокировать вас это не должно. Тогда, когда трубочка устанавливается через брюшную стенку и питание происходит через непосредственно в желудочно-кишечный тракт. И парентеральное питание тогда, когда мы кормим через капельницу, так же, как и химиотерапию проводим. Показания для парентерального питания Валерий Матвеевич рассказывал, не будем рассказывать. И то, и другое питание, и парентеральное, и энтеральное, тогда, когда оно проводится, оно называется смешанным питанием, может проводиться одному и тому же пациенту одновременно. Что мы постоянно вынуждены рассказывать пациентам и их родственникам? Без лечения основного заболевания только искусственное питание не может продлить жизнь. Тогда, когда опухолевой массы в организме много или чересчур много. Если хирург, радиолог или химиотерапевт не могут справиться с этой опухолевой массой, к сожалению, нормальное питание, только нормальное питание, не поможет. Оно не справится с заболеванием. Однако, еще раз, многие больные и их родственники считают адекватное питание основной проблемой. И я понимаю, потому что родственникам хочется как-то поучаствовать. То есть первое, что нас спрашивают, как кормить больного, это хороший вопрос. Мы в таких случаях, как правило, пытаемся отправить пациентов таким специалистам, как Валерий Матвеевич. Ну и, естественно, мы вынуждены рассказывать больному о том, что существует вредное питание, то, которое вы вычитываете в интернете, то, которое вы сейчас сами придумывали, о том, что мед стимулирует опухоль, о том, что глюкоза стимулирует опухоль. Это мы тоже каждый раз слышим. И я точно так же рассказываю пациентам, как и говорил у Валерий Матвеевич, о том, что опухоль найдет, что скушать. Вам нужно поддерживать свои силы. То есть для того, чтобы бороться с опухолью, нужно нормально питаться. Нужны для этого силы. Не нужно насильно кормить больного. И если больной не может много есть, если он настолько истощен и ослаблен, насильно кормить не нужно. Нужно кормить правильно. Про красивое питание, про дробное питание вам тоже рассказывались. Не нужно часто взвешивать больного. Не дожидайтесь ничего хорошего, от этого не получится. Какие ухищрения можно предпринять? Когда вы приходите к доктору, или вас впервые видят окружающие люди, вы больны, уже больны. Вы, ваши родственники, ваши пациенты. На самом деле, все мы когда-то были молоды, здоровы и красивы. Нет ничего лучше для стимуляции дальнейшей жизни, чем вспомнить о том, что мы были молоды и красивы, и можем вернуться к этой прежней жизни. То есть если поставить на столик, на тумбочке фотографию, какой вы были еще совсем недавно, вот до того дня, когда вы вдруг поняли, что вам нужен онколог, это вызовет и ваши положительные эмоции, и положительные эмоции у медицинского персонала. Да, и еще есть один фактор, который мне нравится. Очень часто пациенты приходят, одежда на них висит. Надевайте нормальную одежду. Не нужно чувствовать себя больным. Когда пациент приходит к доктору, и вот это вот все на ним, он и сам помнит о том, что вот он совсем еще недавно был такой. Наденьте нормальную одежду по размеру. Хотя бы один комплект купите и ходите. Сегодня вы такой. Ну и на этом я заканчиваю. Нам очень важно взаимодействие с вами, с вашими родственниками, с диетологами и с нутрициологами. Конечно, если будет возможность иметь такого специалиста у себя в отделении, это будет замечательно. Но есть еще один фактор, который... Химиотерапия, вы же знаете, она же вещь такая дробная. Сегодня пришли, прокапались, ушли. Через месяц пришли, снова пришли. То есть здесь диетолог с вами ведь постоянно не будет находиться. Может быть, даже хорошо просто взаимодействовать с диетологом или нутрициологом на том амбулаторном этапе, когда вы уходите от химиотерапевта между циклами химиотерапии.